День Победы День Победы Есть у войны печальный день начальника. Стихи Расула Гонзатова. И осмотр нашей выставки начинается с фотографий о начале Великой Отечественной войны. Это фотографии полной скорби, горя, сложнейшие и трудные первые дни войны. На выставке представлена информация о том, как встретил Джентулагский район в начале Великой Отечественной войны, о мобилизации жителей Джентулагского района. За годы Великой Отечественной войны 4391 жителей по мобилизации или добровольно были призваны на фронт и свыше 700 человек пали смертью права или пропали без вести. В августе 1941 года в Наржевском направлении в составе Краснознаменной для Невосточной дивизии в одном из подразделений находились почти все тенденцы, призванные к этому моменту на фронт. Наши земляки принимали участие во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. На выставке отражен этот тяжелейший путь, ратный подвиг каждого военного дня. По-особому хочется отметить боевой путь нашего земляка Дмитрия Ивановича Пуказова. В 1942 году при обороне Сталинграда воины-дальневосточники, 33 бойца, защищали населенный пункт Малой Рассошки. Гитлеровцы не прошли. Уничтожены были 27 фашистских танков и около 150 солдат и офицеров вражеской армии. За свой подвиг Дмитрий Иванович Пуказов награжден орденом Красного Знамени. Карты сражений с отмеченными направлениями военных ударов армии и фронтов расположены рядом с информацией и фотографиями участников этих сражений. Битва за Москву и оборона Ленинграда. Сталинградская битва. Волжская арокада, на которую были переброшены рельсы построенного до войны Бама. Курская битва, завершившая коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Бои за освобождение Белоруссии, Украины и Восточной Европы – это наш путь к победе. В память о тех событиях ветерана, освобождавшего Польшу и Чехословакию от фашистов, Адаменко Михаила Ивановича в 1978 году пригласили на празднование 35-й годовщины Народного войска польского. Весна 45-го года, как ждал тебя Синий Дунай, Народом Европы свободу Принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной Собрался народ старый млад. На старой израненной В битвах гармонии Вальс русский играл над солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, Тот светущий и поющий яркий май. Викривенце в русском вальсе сквозь года, Помнит сердце, не забудет никогда. Блестящая завершившаяся берлинская операция Привела к безусловной победе над врагом. На Трихстагам водружено знамя победы. Завершившись полным разгромом врага на западных рубежах, Вторая мировая война не закончилась. Воинам-дальневосточникам на протяжении всей войны, Находившимся в полной боевой готовности, На восточных рубежах страны Предстояли сражения с милитаристской японией. Эта славная страница молниеносной войны, Закончившаяся разглоном Кванцунской армии, Навсегда вписана в историю. В ходе Великой Отечественной войны Было учреждено 12 орденов, 25 медалей. Выставка «Наш путь к победе» Знакомит посетителей с боевыми наградами Времен Великой Отечественной войны. Думаем, посетителям выставки, Особенно младшему поколению, Будет интересно ознакомиться с такими предметами, Боевыми пастами, Конечно, освобожденными своей смертоносной начинкой. Подвиг земляков, благодатные жители поселка Тынгинского, Увековечили памятником. В 1967 году этот памятник был установлен на высоком месте в поселке. Деньги на памятник собирали семь миров. Трудились на субботниках, воскресниках. В 1985 и в 2015 году памятник был реконструирован. История сооружения памятника, реконструкции, Отражена на нашей выставке. Великая Отечественная война уходит от нас все дальше и дальше. Сегодня у нас потомков тех героев пытаются отнять эту победу, Пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. Мы не должны этого допустить. Память о героях вечно. Благодаря мужеству и героизму советских солдат Был спасен мир и вся человеческая цивилизация. Слава героям Великой Отечественной войны. День победы. День победы. Как он был от нас далек, Как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, Это праздник с седелою на висках, Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.